Это программа «День с толком». Сегодня снова вместе подведем итоги уходящей недели в студии Елены Макаренко. Здравствуйте. На территории Алтайского края накануне официально начался пожароопасный сезон. Это значит, что по всему региону возрастает опасность возгорания. Окурок, осколок бутылки, работающий как линза, искра из выхлопной трубы автомобиля. Все это может вызвать сначала тление, а затем и воспламенение сухой растительности, не говоря уже о непотушенном костре или сознательно подожженной траве. Для повышения бдительности и ответственности населения МЧС объявляет о наступлении пожароопасного периода. В это время действуют специальные правила поведения в лесу. Нельзя бросать спички, окурки, разводить костры. За нарушение правил грозят штрафы, а в случаях серьезного ущерба и уголовная ответственность. Добавим, только за эту неделю на территории края ликвидировано больше десятка возгораний сухой травы. К мониторингу пожаров в крае приступила усиленная лесная авиация. Какие еще меры могут предпринять в жаркий период, а также их источники финансирования обсудили на неделе на заседании правительства края. Пожароопасный сезон для Алтайского края уже традиционная история. В последние годы возгорания происходят все чаще. Особенно опасен период с мая по июнь, а также август-сентябрь. Однако в этом году первые природные пожары начались уже в апреле. С 5 числа в шести районах введен пожароопасный сезон. На заседании правительства в преддверии жаркого лета напомнили статистику 2023 года. Основной причиной возникновения возгорания в лесу стала грозовая активность. Она составила 49,6% или 137 лесных пожаров. Необходимо отметить, что возникновение лесных пожаров по причине грозы с каждым годом стремительно увеличивается. И впервые за последние 10 лет достигло практически 50% от общего их количества. При этом в 41% случаев пожаров не удалось установить причину возгорания. Поэтому и виновников установить бывает затруднительно. В этом году работа нацелена на профилактику и предотвращение инцидентов, которые могут возникнуть по худшему сценарию. В качестве принятия дополнительных профилактических мер по недопущению пожаров на территории муниципальных районов сформированы более 2000 патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп. Численностью более 9000 человек. Из числа представителей органов местного соуправления и добровольных пожарных. В повестке доклада на заседании правительства звучит и тема финансирования противопожарной работы. Если федеральные средства выделяются в том же объеме, что и в прошлом году, это почти 129 миллионов рублей, то краевые деньги пересортировались. Самая крупная статья расходов – авиационный мониторинг с помощью летательных аппаратов. На выполнение противопожарных мероприятий, таких как устройство и обновление Минполос, дорог против пожаров, назначение отжигов и прочего выделено около 20 миллионов рублей. Проведение наземного патрулирования – 14 миллионов рублей, проведение авиационного мониторинга – 62 миллионов рублей и тушение лесных пожаров – порядка 25 миллионов рублей. Наиболее опасными территориями в крае остаются участки на юго-западе и на границе с Казахстаном. Отдельно есть планы по прореживанию леса, где есть деревья, поваленные ураганом. Но это требует времени на согласование поправок в нормативных документах. В результате прошедшего урагана 19 ноября в лесу образовалась масса ветроварной древесины. Общий объем ее составляет порядка 300 тысяч кубометров, из которых порядка 50% невозможно изъять из леса по причине запрета на законодательном уровне проведения санитарно-здоровительных мероприятий при малом проценте выборки. Предлагают снизить допустимый процент погибшей древесины с 25 до 10. Тогда пожарные смогут устранить не только препятствия для передвижения своей техники, но и горючий материал, который может загореться в период засухи. Однако главной задачей традиционно остается защита населенных пунктов от огня, его обнаружение и ликвидация на начальной стадии. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Вторая неделя апреля, как и предыдущая, прошла под знаком большой воды. Несмотря на то, что в крае обстановка в целом улучшалась в разных районах региона из-за подъема уровня рек, то и дело было весьма напряженно. МЧС приходилось вести взрывные работы, чтобы оперативно устранять заторы льда и не допускать подтопления населенных пунктов вблизи берегов. А в районах, где большая вода бушевала на прошлой неделе, на этой приступили к устранению последствий половодия. По прогнозам МЧС, в ближайшие дни вода до опасных отметок может подняться еще на нескольких реках края. О том, как развивалась паводковая ситуация в последние дни и о новых точках риска в обзорном сюжете. Десятки домов и приусадебных участков края остаются подтопленными. На сегодняшний день подтоплены 31 жилой дом и 117 приусадебных участков в двух муниципалитетах края. В пункте временного размещения в Хабарском районе прибывают два человека. Так в начале недели отмечали критическое положение ситуации в Волчикинском, Немецком, Национальном, Хабарском, Михайловском, Павловском, Красногорском районах. Однако паводковая ситуация в регионе продолжает стабилизироваться, а в районах начинают работу над устранением последствий паводка. Сотрудники Роспотребнадзора в зонах подтопления оценивают микробиологические показатели питьевой воды. Отобрано 217 проб питьевой воды и систем централизованного водоснабжения. Из них 13 проб не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. 8 проб по мутности. Управлением выданы предписания эксплуатирующим организациям о проведении дополнительной дезинфекции. Осуществляется контроль за их исполнением. МЧС проводит взрывные работы, чтобы оперативно устранять заторы льда и не допускать подтопления населенных пунктов вблизи берегов. А заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко и начальник управления Алтайского края по делам ГОЧС и пожарной безопасности Михаил Плешивцев оценивают обстановку на месте. Самая главная задача это оценить обстановку, оценить ущерб причиненный населению, ну и конечно же заверить жителей в том, что вся необходимая помощь будет оказана по ликвидации последствий паводка. В Камнино-Аби, пока опище здесь стоит, но в Шалаболихинском районе уже сегодня решением оперативного штаба были проведены взрывные работы заторов, спасатели готовы. В Тальменском районе в некоторых населенных пунктах ситуация хоть и остается сложной, но угроза эвакуации миновала. Чумыш разлился, вышел с берегов, это очень опасно. Людей подтапливают, начинают потихоньку. Напомним, уровень воды в реке Чумыш приближался к критической отметке. По словам местных жителей, вода прибывала стремительно, плюс 6 сантиметров за час. Глава Тальменского района Игорь Щербаков в своем телеграм-канале призвал жителей зоны подтопления готовиться к эвакуации. В Тальменку экстренно выехали спасатели. Оперативная группа западно-сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова выдвигается в район Тальменки для предотвращения возможных последствий паводка. Масштабные взрывные работы помогли, и уровень воды в районе Тальменки упал почти на метр. Начальник главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров лично выезжал на место происшествия. Пошел, пошел, вот только что там пошел. Прямо хорошо пошел, вот переходь до нас пронесло. 9 апреля удалось справиться с 13-километровым затором льда на Чумыше в районе Каменского моста и обезопасить Тальменку и близлежащие села. На 12.00 уровень воды составляет 874 сантиметра по Тальменскому гидропосту. Однако лед спустился ниже и образовал затор сначала в районе села Зайцево, а затем в Шипицыно. На особый контроль в связи с возможным осложнением паводковой ситуации взяли барнаульские поселки Ильича и Затон. Мы пошли смотреть уровень воды, так как живем рядышком и остерегаемся. Как бы перекрыли уже проезд. Проезд, во-первых, к школе закрыт только через понтонный мост, и там уже ограничения есть. В поселках провели большую подготовительную работу. Развернули понтонный мост, сделали отцепные дамбы, организовали пункты временного размещения и заключили с речпортом договорную эвакуацию людей. На территории микрорайона Затон расположены три сиренно-речевые установки, которые прошли необходимую проверку. И в случае их необходимости они будут задействованы для оповещения населения, что уровень воды в реке становится критическим. Также на специализированную аппаратуру заведены номера телефонов жителей, и они будут еще оповещены посредством СМС-сообщения. На сегодняшний день по-прежнему ограничено движение на пяти дорогах. Затоплен низководный мост в Аллейском районе. По прогнозу, до 15 апреля продолжится подъем уровня воды до опасных отметок на реке Чумыш недалеко от села Ельцовка. Ожидается вскрытие реки Тагул в районе одноименного населенного пункта. При возникновении затора здесь также до опасных отметок может подняться вода. Сохраняется угроза подтопления и в реке Бурла в Хабарском районе. И сложная обстановка ожидается в районе села Староалейское. Аллей поднимается до 305-340 сантиметров при критической отметке в 300 сантиметров. Есть три тревожные точки. Чумыш в районе Заринска, Опи в районе Камня-на-Аби и Чепша у Красногорского. Напомним, вызвать экстренные службы можно по номеру 112. Юлия Щепина, День с толком. Мутность и цветность водопроводной воды в Барнауле превышена в несколько раз. Это подтвердили результаты лабораторных исследований Краевого центра гигиены и эпидемиологии, сообщил нашему телеканалу региональный Роспотребнадзор. Только за первую неделю апреля с жалобами на ненадлежащее качество воды в надзорное ведомство обратилось больше 30 горожан. Звонят и в нашу редакцию. Так обоснованы ли возмущения барнаульцев, знает Юлия Щепина. С конца марта, когда начался паводок из заталых вод, барнаульцы остро реагируют на воду из крана. Точнее, на то, какого она цвета и запаха. Люди пишут гневные комментарии в соцсетях, звонят в редакцию. Вода безобразная. Темная, вонючая, пенистая. Вот шапочка вот этой пены при наливании, она вся шипит, вся пузырится, запах болотный. Вот остается нам покупать только бутилированную воду. Один из жителей города и вовсе уверен, что вода из крана небезопасна. Говорит, проверено на себе. Всегда жил в городе Барнауле, пил воду из-под крана. Да, весной она немножко иногда пахла, но прокипятил и нормально. Тут на выходных просто попил, называется, чаю, и просто воды, и свалился на три дня. Обратился к врачам, сказали, гастроэнтерит. Просто не мог встать, немного температура и вообще никакое состояние. Пришлось уйти даже на больничную. Для восстановления физического состояния, рассказывает мужчина, врач прописал пить больше воды. Но с ее количеством, как и качеством, тоже возникла проблема. Самое интересное, что врач прописал для лечения употребление большого количества воды, но в округе, просто в магазинах, простой воды просто физически нет. Ее просто смели. У нас тут порядка пяти разных магазинов, разных сетей. Ее просто нет у этой воды. Только за первую неделю апреля в Краевое управление Роспотребнадзора поступило 31 обращение от горожан о ненадлежащем качестве водопроводной воды в Барнауле. Ведомстве нашему телеканалу сообщили, что каждая жалоба на рассмотрении. А в общей сложности Краевой центр гигиены и эпидемиологии провел отбор 26 проб горячей и холодной воды в квартирах заявителей. Качество воды определяли по микробиологическим и органолептическим показателям. То есть исследовали воду на запах, привкус, цветность и мутность. По предварительным данным, пробы питьевой воды в квартирах заявителей по микробиологическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам. По органолептическим показателям мутность и цветность не соответствуют гигиеническим нормативам. Превышение цветности от 1,1 до 1,6 раз, по мутности от 2 до 5,4 раз. Экстренных извещений из медорганизации о случаях инфекционных заболеваний и отравлений, связанных с употреблением воды, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Ведомство не поступало. Но добавили, по результатам лабораторных исследований воды, несоответствующих гигиеническим нормативам, к юрлицу, то есть к Барнаульскому водоканалу, принимают необходимые меры. Также ведомство сообщило, что их сотрудник примет участие в проверке прокуратуры в отношении водоканала. Единичные звонки от жителей Барнаула о росте цен на питьевую воду получили в Федеральной антимонопольной службе по Алтайскому краю. Ведомстве пояснили, что ценообразование на большинство товаров и услуг, в том числе на питьевую воду, не регулируется государством. Вмешаться в ситуацию антимонопольный орган может тогда, когда есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, такие как злоупотребление доминирующим положением или заключение антиконкурентных соглашений. При этом ФАС продолжает следить за ситуацией и в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства примет меры реагирования. Отметим, городские власти опровергли сообщение и о дефиците воды в магазинах. На днях они провели рейд в 70 магазинах во всех районах Барнаула и нашли там воду. Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла на этой неделе в Крае. 9 тысяч вакансий за три дня предложили соискателям 300 с лишним алтайских работодателей. Все они испытывают острый кадровый голод. На что готовы пойти организации, чтобы его утолить? И что в принципе происходит сегодня на рынке труда региона в специальном репортаже Данила Кузнецова. Еще несколько лет назад за персонал мало кто держался. Однако, по мнению многих экспертов, сейчас пришла эпоха не работодателей, а работников. Потребность в специалистах в Алтайском крае более чем в два раза превышает количество официально зарегистрированных безработных. Сводила нанимателей и соискателей на этой неделе Всероссийская ярмарка трудоустройства. Какие вакансии и зарплаты предлагали, смотрите далее. Открытие прошло 10 апреля рядом со стеллой трудовой доблести в Нагорном парке. Устроили даже небольшое авиашоу. Сами работодатели разместились на набережной города. Большинство стендов были связаны с заводами. Оно и понятно, им сегодня не хватает около 7 тысяч человек. Сегодня 40 работодателей краевой столицы подготовили для молодежи, для гостей краевой столицы различные мастер-классы, призы, подарки, конкурсы и различные интерактивные площадки. Можно себя, например, на интерактивных площадках попробовать в роли пожарного, в роли специалиста скорой помощи, поварить сварочным аппаратом. Завлекая, работодатели предлагают потенциальным соискателям тут же ознакомиться с продуктами их производства, будь то напитки, детали или даже шины. Пока некоторые студенты на своем опыте пробовали влиться в профессию, наша съемочная группа узнала о предлагаемых условиях труда, прежде всего о размере зарплаты. У ученики у нас, начиная от 60 тысяч рублей, и уже дальше по получению разряда. Насколько, скажем так, быстро получаются разряды? Но на определенное, скажите, троп, некоторые там три месяца обучаются, четыре зависимости уже от должности. Сегодня многие организации помимо обучения уже предлагают бесплатный транспорт до работы, различного рода компенсации и даже размещение в общежитии. Битва идет за каждого сотрудника. Желающих, как еще недавно говорили, за забором не найдешь. Если сотрудник изъявил желание, написал заявление на увольнение, естественно, с ним разговариваем. Возможно, есть возможность предложить ему новую работу. Отпуск, может быть, на пару дней? Конечно. Отпуск, да. Первоначально предлагаем отдохнуть немножко. Благодаря улучшению условий, стереотипа о том, что завод – это рабский труд за малые деньги, в умах молодежи стремительно уходит в небытие. И многие действительно не прочь обучиться чему-то новому. Я бы пошел на токаре, потому что токарные работы так успокаивают, когда смотришь, как стружка отлетает, расслабляющая. А на там пальцы. Или пальцы отлетают, да, если засмотреться на стружку. Это интересная работа, которая может быть полезным опытом, как минимум, или также приносить вклад в общество. А вот на какую зарплату вообще-то бы рассчитывала? Ну, честно сказать, если усчитывать просчитывающий минимум, и в принципе сколько, ну, ну, наверное, 40 минимум. 11 апреля школьники и студенты побывали на профтурах на предприятиях, поговорили с мастерами о зарплатах, об условиях труда. Ну, а уже 12-го во всех районах Алтайского края началась сама ярмарка трудоустройства. Центральной точкой в Барнауле стала Титов-арена. Наблюдателей скорее больше, чем реальных соискателей. Но то и дело встречаются люди, которые заполняют анкеты для собеседований. В основном это молодежь. И у нее свои требования к будущему месту работы и коллективу. Чего бы ты не потерпел в коллективе, в предприятии? Я бы не потерпел унижения со стороны этих людей и то, что постоянно бы сдавали, либо просто испортили бы мне жизнь. Какую бы зарплату ты не потерпел ни в коем случае? Ну, что для меня тысячи тридцать это мало. А сколько хотел бы? В районе семидесяти, шестидесяти тысяч. Считаю, хорошая зарплата. Однако на такие хорошие зарплаты сегодня могут рассчитывать люди преимущественно технического склада ума. Для гуманитариев и вакансий-то меньше. Я юрист по образованию, у меня есть некоторый опыт работы в данной профессии, но на некоторых стендах я спрашиваю, есть ли вакансии по моей специальности. И, к сожалению, зарплаты даже для людей с опытом, как я, там намного меньше во многих случаях для вновь пришедших сотрудников на должность, допустим, помощника, мастера. Всего алтайские наниматели, которых в этом году на ярмарке примерно на 20% больше, предложили 9 тысяч рабочих мест. Это почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом. И такая тенденция одних участников рынка труда не радует, других обнадеживает. Работодатели вынуждены идти на невиданные прежде уступки в виде разных льгот и компенсаций, а работники видят новые перспективы. Правда, по мнению экспертов, все не столь однозначно. Во многих организациях, где дефицит кадров, каждый сотрудник работает за двоих, а то и за троих. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Гималайская живопись и графика, а также необычные скульптуры. Всего более 70 произведений искусства, посвященных жизни и творчеству Николая Рериха, прибыли из Москвы и готовы встречать своего зрителя в Художественном музее Края. В Барнауле начала работу выставка, которая открыла череду юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения художника и философа. Как готовили экспозицию? Смотрите в следующем сюжете. Вот это пока все нормально. Вот здесь надо поиграть с экспозицией. Подготовка полным ходом. Государственный художественный музей распаковывает картины и скульптуры к торжественному открытию выставки Кулу «Серебряная долина Рерихов». Экспонаты доставили из Москвы. Принимают участие здесь художники из разных регионов. Есть скульпторы из Красноярска, есть художники из Оренбурга. То есть это вот такой сборный проект художников, посвященный теме единой, вот такой концептуальной, раскрыть священный образ долины Кулу. То есть того места, легендарного, исторического и природного, живописного, где находилось имение Рериха и до сих пор оно существует и теперь функционирует как музей. На выставке представили больше 70 работ и алтайских художников в том числе. А ее предыстория началась больше 30 лет назад, после поездки российских художников в усадьбу Рериха в Индии. Там они написали множество произведений, занимались восстановлением имения и разбором архивов. Перед вами человек стоит, который нашел дневники Николая Константиновича Рериха и его трансгамаловская экспедиция. И мы эти дневники ночами читали. Вот в этом подвале при лампе, при свете лампы летучая мышь я раскрываю дневник и на полях этого дневника надпись касая «Благостави препятствия, ибо оно путь к совершенству». Это стало жизненным девизом Владимира Анисимова. Атмосфера места сподвигла художников на создание шедевров. Гималайская живопись, графика и необычные экспонаты, например, яблоко Рериховского сада или ваза Шамбала, которую Владимиру Анисимову подарили около сорока лет назад. Вот сейчас она такая прям свежая, без изъянов, но через несколько лет она будет жить, трещать, от нее будет отваливаться. А я говорю, Дмитрий Николаевич, а почему так-то? Да. А я, говорит, нарушил химию, я здесь эксперименты ставил, и химические действия до сих пор пройдут. И вот я ее подклею, подрабатываю. Торжественное открытие выставки состоится 12 апреля в 16 часов. Посетить ее можно до 13 мая. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, День с толком. И на этом у меня все новости. Такой запомнится эта неделя глазами наших корреспондентов. А я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545 через несколько секунд. О погоде. До встречи.